Обычно на дни открытых дверей в межмуниципальное управление МВД России Одинцовская приходят ребята, которые еще не определились с будущей профессией. На этот же раз все было иначе. На экскурсию в подразделение полиции из Голицынской школы номер 2 приехали ученики старших классов, которые уже практически решили связать жизнь со службой в правоохранительных структурах. Вводную беседу с ними провел руководитель кадровой службы управления Дмитрий Щебуняев. Время на то, чтобы как следует подготовиться к поступлению в профильные вузы, еще есть. После обстоятельного разговора начинается знакомство с управлением. Всем гостям обязательно показывают музей подразделения. Его коллекция во многом уникальна. Знамена, форма разных лет, интереснейшая подборка исторических фотографий. Затем экскурсанты отправляются в Центр управления нарядами, где осуществляется наблюдение за всеми проблемными точками района. Следующая остановка в экспертно-криминалистическом отделе. Наш отдел занимается сопровождением уголовных дел в плане того, что мы участвуем в следственных действиях, в оперативно-радостных мероприятиях, проводим экспертизы. Экспертизы у нас проводятся как по семи традиционным видам экспертиз, значит, так у нас еще и специальные виды экспертиз. Это у нас химическая экспертиза. Ребятам наглядно продемонстрировали, как проводится, к примеру, дактилоскопическая экспертиза, как формируются и используются базы данных, и для чего эксперту-криминалисту нужен специальный чемодан. Экскурсия вышла эмоционально насыщенной. А поскольку она проходила в канун Нового года и совпадала по времени со специальной акцией «Полицейский Дед Мороз», сотрудники полиции вместе с членами общественного совета подготовили для своих гостей небольшие праздничные подарки. Впрочем, гости ответили тем же. Очень понравилась мне сегодняшняя встреча, так как данная структура меня привлекает. Я бы, наверное, хотела в будущем связать свою жизнь с правоохранительными органами, но это очень сложно, поэтому серьезно придется думать. Нас сначала мы повели в музей, в котором нам показали средства индивидуальной защиты и рассказали о истории органов внутренних дел. Потом нас отвели в отдел криминалистики, где нам рассказали о новых методах борьбы и выявления преступлений. Мне очень понравилось. Наибольшее впечатление, пожалуй, на меня произвела личная беседа с руководителем отдела кадров. Мне очень понравилось то, как он рассказывает, как он отзывается о данном высшем учебном заведении. И, пожалуй, я его рассматриваю как заведение, в которое я хотела бы поступить. Со своей стороны сотрудники кадровой службы районного управления полиции увидели в голицынских школьниках большой потенциал. Постарались довести до них те возможности, которые есть у нас, те учебные заведения, которые мы представляем. Ну и, в первую очередь, заинтересовать их и учебой, и дальнейшей работой в полиции. Видно, что по их вопросам, по их высказываниям, то, что они немножечко были подготовлены и были ориентированы на это. А так, если взять по опыту с теми, с кем занимаемся, и кто у нас в этом году поступает в наши ведомственные учебные заведения, кто уже прошел так называемый профотбор и сейчас уже проходит медкомиссию, то хочу сказать, что уровень образования достаточно высокий у ребят. Меня это радует. Идут учиться к нам те, кто имеет хорошие знания, хорошие отметки в школе.